МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Рина Шмыгова. Добрый день и коротко о главном к этому часу. Согласны? Без комментариев. Вскрыл факт дезорганизации и брал взятки за помощь с условно-досрочным освобождением. Суд вынес приговор экс-замначальнику Ульяновской колонии. Три километра нового дорожного полотна. На участке трассы Ульяновск-Димитровград-Самара завершили укладку асфальта. Начались благоустроительные работы. Когда объект полностью будет готов к сдаче? В семи районах из 11, и, кстати, и здесь, в Ишкайме, и сейчас, люди приходят к тому, что нужно создавать моду на многодетную семью. Очередная стратегическая сессия прошла в Ишкаймском районе. О каком будущем мечтают в этом муниципалитете? Заключен под стражу в зале суда. В Димитровграде вынесен приговор уже бывшему начальнику третьей колонии. Он проведет в тюрьме два с половиной года за мошенничество и превышение должностных полномочий. Подробности у моей коллеги Марина Тимофеевой. Двухчасовое оглашение приговора он заслушивает стоя, без единой эмоции. Будто зная решение наперед, он складывает руки за спину. Уже после результивной части вердикта на них наденут наручники. ...назначить высказание на наказание для решения свободы сроком на 2,6 месяцев. Высправить на колонию общего режима со штрафом в размере 40 тысяч рублей. С решением права занимать должности на государственной службе системы правоохранительных органов на срок 2 года. Вы согласны? Без комментариев. По собранным показаниям от потерпевших и свидетелей прокуратуры установлено еще в 2019 году. В должности исполняющего обязанности начальника колонии номер 3 в Димитровграде Михаил Восконян скрыл факт нападения заключенного на сотрудника колонии. Но нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения. В этот же период он предложил другому осужденному за 250 тысяч рублей решить вопрос условно-досрочным освобождением и препятствовать депортации из России, не имея подобных полномочий. Надзорный орган требовал заключить подстражу Восконяна на 4 года. По изучению приговора, в прокуратуре города Димитровград будет решен вопрос о апелляционном обжаловании и просьбе апелляционного суда на значение более строго наказания. Меж тем с приговором не согласен и защитник осужденного, требуя более внимательного рассмотрения дела. Если говорить о мошеннических действиях, то есть и в принципе как и по первому составу, так же вину не признает, то есть вполне обоснованно, потому как следствием не было представлено ни единого весомого аргумента, который бы свидетельствовали об обратном. Превысил должностные полномочия, скрыл и подорвал авторитет колонии. Все это звучало в приговоре со словом «доказано». Сам ответчик в свою защиту не нашел даже слов. Марина Тимофеева и Денис Миронов, Вести, Ульяновск, из Димитровграда. Ограбили средь бела дня. Накануне в дежурную часть МВД России по Заволжскому району обратила 47-летняя жительница Ульяновска. И вот что она сообщила полицейским. Со слов заявительницы, в дневное время суток она шла по проспекту Академика Филатова, микрорайона Новый город Заволжского района города Ульяновска, на работу. В этот момент неизвестный мужчина схватил ее сзади за шею, рывком сорвал две золотые цепочки с кулонами и скрылся в кустах. Сотрудники патрульно-постовой службы МВД России по Заволжскому району города Ульяновска задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Чердоклинского района Ульяновской области. Мужчина признался всодеянным и пояснил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения, а похищенные золотые украшения он закопал, чтобы впоследствии их продать. Сама потерпевшая оценивает украденные у нее ювелирные изделия в 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, похищенное полицейскими изъят. Тем временем в регионе продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке трассы Ульяновска-Димитровград-Самара завершили укладку нового асфальта. Протяженность дороги 3,5 километра. На данный момент у нас ведутся благоустройства этой дороги, установки автопавильонов, дорожных знаков, сигнальных столбиков и так далее. Для комфорта школьников подходы к образовательному заведению оборудовали тротуарами 300 метров ровного асфальта. Оставшиеся детали подрядчик доделают уже в августе. Тогда дорожники отчитаются о проделанной работе и сдадут объект под ключ. 251 миллиона рублей вложили в комфортную городскую среду. На эти средства приведут в порядок общественные пространства и больше 40 дворов в Ульяновске. Дорожные работы завершены в 28 дворах. Предварительные итоги подвели накануне в городской администрации. Наряду с этим ульяновские власти благоустраивают парки и скверы. Вместе с новым асфальтом здесь появляется уличная мебель, современное освещение. Работы развернулись и в парке «Молодежный». Здесь обновляют прогулочные дорожки и входную группу. Облик дворов и общественных пространств убирают сами жители. При проектировании и исключении контрактов предшествовала работа со старшим по домам, работа с населением, выходили на адреса в целях организации нового парковочного пространства. Это одна из самых актуальных вопросов. Это связано как и с осносом зеленых насаждений и монтажа системы освещения. Городские власти потребовали от подрядчиков работать качественно и аккуратно. Все огрехи должны устраняться незамедлительно. Зашли во двор, на три месяца раскопали, создали неудобство жителям. Через три месяца только приступают к благоустройственным работам, уже с окончательной планировкой территории, засыпки грунта. Но это же можно делать параллельно. Поэтому и подрядчиков обратите на это внимание. Ни копейки средств не будет перечислено. Пока у нас действительно не появится комфортная среда во дворах и на общественных пространствах. На штабе рассмотрели и вопросы профилактики коронавируса. По-прежнему у нас с вами ситуация с распространением остается напряженной, неблагоприятной. Есть тенденция к росту. Мы занимаем 5 место в ПФО и 17 в Российской Федерации. Вакцинацию только в городской администрации прошли 55% сотрудников. Эффект будет, когда доля привитых превысит 60%. Народная программа для развития малой родины. В Вишкаемском районе местные жители сами нашли направление для движения вверх. Мозговой штурм продолжался несколько часов. Итоги стратегической сессии в репортаже Эллы Шаховой. Жители Вишкаемского района мыслят прогрессивно. На своей малой родине предлагают развивать, например, умные дороги. Участники стратегических сессий в основном люди среднего возраста. По замузлу авторов проекта, такие встречи учат думать не сегодняшним днем, а шагать на 10 лет вперед, то есть создавать будущее. Открытие филиала, вуза или колледжа. Чтобы привлекать сюда молодежь, которая здесь останется, будет поднимать нам не только демографическую политику, но и будет поднимать нам такие направления, как они будут у нас работать. Важно понимать, что все эти идеи должны работать на самих жителей региона, района, села. В семи районах из 11, и, кстати, и здесь, в Вишкаеме сейчас, люди приходят к тому, что нужно создавать моду на многодетную семью, формировать на ее базе идеологию, ценность этой семьи, как начало общества. В Вишкаеме задумались о собственном родовом гнезде. Это некий семейный центр. Будут собираться не только профессионалы своего дела, психологи, педагоги, а также будут приходить бабушки, дедушки, внуки, дети. Даже вот работая со своей командой, все в основном говорили, мы хотим, чтобы наши дети оставались в этом районе, поэтому нам надо прививать к ценности нашей семьи. Подобные сессии по инициативе Алексея Русских и при активной поддержке Единой России пройдут во всех муниципалитетах региона, а лучшие идеи могут стать основой проекта по развитию нашего края до 2030 года. Элла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск, из Вишкаемского района. Это Вести Ульяновск, мы продолжаем. Развитие авиастроительной отрасли в регионе набирает обороты. После презентации магистрального самолета МС-21 на авиасалоне МАКС ульяновские предприятия ожидают новые заказы. Теперь главное подготовить базу для их выполнения. Накануне Ульяновск с рабочим визитом посетил первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Все оборудование, которое мы делаем, все обеспечиваем собственными силами. Это лазерные гироскопии как раз. И детали изготавливаются точностью до 2-3 микрон, то есть оборудование позволяет. Комплектующий для навигационных систем на базе лазерных гироскопов – гордость Ульяновского конструкторского бюро приборостроения. А вот и оборудование, которое позволяет с точностью до пары микрон изготовить нужную деталь. Задача ближайших пяти лет – как можно больше привезти сюда федеральных средств для еще большего развития подобных производств. Новый курс развития авиастроительной отрасли взяла на международном салоне МАКС. В подмосковном Жуковском впервые широкой публике представили МС-21 – современный магистральный пассажирский самолет. Композитные крылья для него специально разработали в Ульяновске. Здесь же изготавливают и большинство агрегатов лайнера. За 10 лет наши авиакомпании заказали более 600 таких машин. Стоит задача нарастить их выпуск до 36 самолетов до 2025 года и до 72 самолетов в год в последующие годы. С увеличением выпуска этого самолета наши предприятия в Ульяновской области потихонечку должны встать на ноги и уже из оперативного минуса должны в скором времени выйти в оперативный плюс. В ближайшие годы и в связи с большим заказом по гособоронзаказу, это более 150 машин авиастара, которые заказывают там 76-е, это и достаточно большие заказы, которые придут, и они будут высокомаржинальные по военно-техническому сотрудничеству, позволят нам сделать большой шаг вперед. Не просто как территории с точки зрения экономики, но с точки зрения как центра компетенций и высокой квалификации во всей авиастроительной отрасли. Главная задача, которая сейчас стоит перед заводами, найти или подготовить самостоятельно высококвалифицированные кадры. Только на одном авиастаре требуется дополнительно набрать 4000 человек. Будем развивать центр компетенций, который у нас в районе авиастара сейчас существует. Будем наращивать его материальную базу и, скорее всего, начнем строить вторую очередь, для того, чтобы большее количество специалистов мы могли там подготовить. Совместно было принято решение сформировать тесный контакт между вузами и индустриальными партнерами, для того, чтобы повысить свои конкурентные преимущества и вывести Ульяновский регион на лидирующие позиции в авиаотрасли. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. ГТРК «Волга» объявляет новый конкурс «Жизнь прекрасна». Снимите веселое видео о своем питомце и пришлите нам. Автор самого удачного ролика станет героем наших программ. Подробности на официальном сайте gtrk.defisvolga.ru Партнеры конкурса «Угаровский завод минеральной воды Волжанка», магазин фирменной техники «Эппл» «Ребро» и сеть оптик «Симбирский взгляд». Мы продолжаем. Остались без летнего досуга. В таком унизительном положении оказались жители села Крутояр, что в Ульяновском районе. В последнее время люди не могут попасть даже на любимый пруд. На пути встают некие сотрудники в униформе. Причину конфликта выяснял Эдуард Истомин. Каменный блок плюс закрытый шлагбаум. Эти факты говорят о том, что дорога на пруд Беденешка отдыхающим заказана. Больше всех водоемом пользовались жители села Крутояр. Теперь частная охрана выдворяет их отсюда. Мы не можем так же выехать куда-то на Волгу с ребенком. У меня нету своей машины. Ребенок маленький, его тащить тяжело на себе. А купаться вот он просится. На Беденешку не пускают детей купаться. Это вообще ужас какой-то. Что у нас? Природные ресурсы теперь начали покупать, что ли? Люди собирали, завозили туда песок, чтобы сделать себе какой-то хоть маленький пляж. Земля, на которой стоит пруд сельскохозяйственного назначения. В конце нулевых ее вместе с водоемом приватизировали. Об этом люди узнали лишь в прошлом году. Изначально новый хозяин завод Волжанка приспособил это озерцо якобы для огнеборческих целей. А пруд именно в 2008 году был оборудован как пожарный. И с 2008 года пожарные пути не были подведены. То есть если бетонные блоки установлены, шлагбаум стоит, дорога перекрыта. То есть пожарные машины сюда никак не могут подъехать. Собственник оправдывается тем, что есть грунтовая дорога. Но позже вскрываются новые планы. Владелец запустил в пруд мальков. А сейчас ждет, когда рыба нагуляет вес. И тогда даешь платную рыбалку. Данный пруд в данный момент предназначен для разведения рыбы. Разведение рыбы не запрещается на прудах, которые находятся на землях всех возназначения разведения аквакультуры. Соответственно мы осуществляем эту деятельность. Собственник также утверждает, что места на пруду не предназначены для купания. Эта версия кажется неправдоподобной сельчанам. В поисках справедливости они обратились к депутатам, а еще в природоохранную прокуратуру. Если водный объект является природным, относится к водным объектам общего пользования, то ограничение доступа граждан к данному водному объекту в соответствии с 6 статьей водного кодекса недопустимо. Но собственник считает, что пруд это продукт талых вод и дождей. И тогда к проверке подключились эксперты. Они выяснят, есть ли гидрологическая связь пруда с Безиньгой. Хотя сама река – федеральный объект. А почему логично напрашивается вопрос. Если все-таки будет установлена связь с федеральным объектом, означает ли, что он может находить все-таки в частной собственности? В принципе, возможно такое? Нет, невозможно. Факты проверят до 20 августа. И тогда станет понятно, законно ли людям отказывают в доступе к водоему. Иначе блок на пути придется убрать, а шлагбаум демонтировать. Эдуард Истомина, Мария Винниченко, Сергей Свешников, Антон Дурнов. Вести Ульяновск. В муниципальном учреждении «Симберцит» подвели промежуточные итоги летней кампании. Во время каникул сеть клубов ведет работу сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, это формирование групп временного пребывания детей, а еще координация работы трудовых отрядов и тренировочно-оздоровительных групп. За две летние смены «Симберцит» организовал отдых почти тысячи ульяновских школьников. Сейчас ведется запись на третью смену. У нас система построена так в клубах, что не педагоги подают идеи детям, а дети педагогов. Вот мы хотим заниматься этим. Так давайте вместе не педагоги с вами занимаются, они помогают вам играть, заниматься творчеством, заниматься любимым делом, реализовывать проекты. Одно из ключевых направлений «Симберцита» – проект «Лето во дворах». Он организуется по месту проживания детей. К проведению мероприятий учреждение привлекает педагогов, а еще молодых людей, которые воспитывают в себе лидерские качества. Они, как правило, также проживают в тех же домах, что и школьники. Летом они становятся вожатыми. Например, у нас был ажиотаж пару дней назад. Мы стояли на станции, и у меня была удивитка меня. Они должны были меня как-то удивить. Я говорю, нет, не удивится, надо как-нибудь вот так. И показываю, как надо. Вся работа «Симберцита» проходит на бесплатной основе. Благодаря ей многие подростки, которые по разным причинам не выехали в загородные лагеря, выстраивают коммуникации со сверстниками, а еще учатся проявлять инициативу и быть самостоятельными. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Далее информация о погоде. Хорошего дня. Берегите себя. Если в день выборов я буду находиться в другом городе, смогу ли я проголосовать? Любой гражданин России сможет проголосовать там, где он находится. Для этого нужно заранее написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно сделать со 2 августа по 13 сентября через портал госуслуги в многофункциональном центре в территориальной избирательной комиссии. А с 8 по 13 сентября в любой участковой избирательной комиссии. Голосуйте, где удобно. Выбираем вместе. Сейчас в Ульеновске 24 градуса тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 47%. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.